МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доцент кафедры трудового и предпринимательского права МАСИ. Ну а теперь тема сегодняшней рубрики. В своей статье «Барак и бардак» газета «Красный город» публикует информацию о том, что специализированное жилищно-эксплуатационное управление через суд обязал ишкаролинца Александра Решетникова оплатить долг за коммунальные услуги, которыми он никогда не пользовался. Скажите, Любовь, как потребителю коммунальных услуг правильно реагировать на ситуацию, когда коммунальные услуги либо не предоставляются, либо предоставляются в некачественном виде? При обнаружении фактов предоставления некачественных услуг либо непредоставления их вовсе, нанимателю либо собственнику жилых помещений необходимо обратиться непосредственно к исполнителю данных коммунальных услуг, либо услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Обращение предусмотрено действующим законодательством как в письменной, так и в устной форме. При обращении в устной форме потребителю необходимо представиться, назвать свою фамилию, имя, отчество, суть заключающейся проблемы и выражение некачественности данной услуги, а также определить порядок проведения проверки. При невозможности установления сразу причины проводится оценка предоставления коммунальной услуги и качества ее и составляется соответствующий акт. Ну а если не последовало никакой реакции или реакция не удовлетворила жильца, квартиросъемщика или собственника, он, наверное, имеет право обратиться в суд. Каких правил нужно придерживаться при написании искового заявления и тому подобного обращения в судебной инстанции? В том случае, если акт о проверке не удовлетворяет потребителя, то у него есть возможность провести экспертизу и требовать ее назначения самостоятельно. Причем затраты в этом случае ложатся на исполнителя. В том случае, когда и результат этой экспертизы, либо отсутствие взаимодействия с исполнителем не установлено, то можно обратиться в суд. Для обращения в суд потребителю необходимо наличие доказательств, которые будут подтверждать факт непредоставления либо предоставления некачественных услуг. Такими доказательствами могут выступать акты проведенных проверок, с которыми не согласен собственник либо наниматель жилого помещения, а также акты органов государственного надзора и контроля, установивших факт неисполнения обязанностей исполнителем. Скажите, Любовь, если факт непредоставления или предоставление негачественной коммунальной услуги был установлен, имеет ли право собственник квартиры на перерасчет по этим коммунальным услугам, и может ли он через суд истребовать какую-то неустойку в качестве компенсации? Да, конечно, в соответствии с пунктом 150, постановление правительства о предоставлении коммунальных услуг, каждый потребитель имеет право на перерасчет при установлении факта непредоставления либо предоставления некачественных коммунальных услуг. А также в судебном порядке потребитель имеет право рассчитывать на компенсацию морального вреда. Скажите, Любовь, в статье «Красного города» говорилось о том, что квартиросъемщик не выиграл в суде спор с коммунальщиками. Как Вы считаете, какие действия он совершил неправильно, что суд принял именно такое решение не в его пользу? Скорее всего, в данном рассматриваемом деле потребителям были предоставлены лишь устные показания, которые подтверждали непредоставление коммунальных услуг, и они не сопровождались предъявлением письменных доказательств, что и привело к вынесению данного решения. Кажется, очень сложно запомнить простому обывателю все вот эти процедуры, и мне кажется, что, наверное, все-таки лучше обратиться к грамотному юристу, у меня вопрос, где можно это сделать, где можно получить юридическую помощь? Наиболее экономичным для потребителя будет обращение в бесплатные клиники, где дадут квалифицированную помощь. Но одной из такой клиник является клиника МАСИ. Дорогие телезрители, мы прощаемся с Вами. Напоминаю, что в студии был Алексей Батанов, человек, который задает острые вопросы, и наш эксперт, который на эти острые вопросы отвечает, Любовь Загайнова. До свидания. Мы не смотрим на знаменитость или успешность ВУЗа. В первую очередь мы смотрим на выпускника, на его возможности и желание стать адвокатом. Среди выпускников ВУЗов можно особо отметить выпускников МАСИ, потому что они, прежде всего, готовы к практической деятельности, и знают не только право, но умеют применять его на практике, что гарантирует им успех стать адвокатом. Востребованная специальность и лекции от практикующих профессионалов, отличная материально-техническая база, стажировка и трудоустройство, прекрасные перспективы и уверенность в завтрашнем дне – все это даст Вам учеба в Межрегиональном открытом социальном институте. Учеба в МАСИ – это диплом государственного образца, удобная форма оплаты, практика в ведущих компаниях Республики Мариел с первого курса, трудоустройство, возможность перевестись на дистанционное обучение, возможность сдать международные экзамены по программам TOEFL, Microsoft, Cisco и многим другим. В МАСИ продолжается набор на заочное обучение. Спешите! Набор заканчивается в октябре. Подробности по телефону в Йошкарале 38 08 08, а также на сайте masi.rf. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова